Стэп аут, привет, мы Стрэй Кидз! Перевод предоставлен фан-сап группы Оксилупс, озвучила Айка. Приятного просмотра. Привет, ребята, и добро пожаловать в Консеквенс! Я так рада вас снова видеть. Мы рады вернуться. Давно не виделись. Рада снова увидеться. В последней нашей беседе мы обсуждали релиз Одинери, и мы предполагали, какая песня понравится мне больше всего. Да, помню. Мне столько песен понравилось, мне кажется, вы угадали, что моей любимой станет Фриз. И она действительно мне очень полюбилась. Еще мне понравилась Мари Уорра. И не хочу быть банальной, но любимой таки стала Маньяк. О, отлично! Приятно слышать. Рада, что тебе нравятся наши песни. Да, да, они просто замечательные. Поздравляю вас с таким успешным альбомом. А теперь у вас новая музыка, новый концепт, и пора поговорить о Максидент. Да, теперь Максидент. Как летит время. Я так рада, потому что вы, ребята, поднимали так много разных тем в своей музыке, таких как свободу быть собой, освобождение от ожиданий. А теперь фокус сместился на тему любви, что стало для вас важным первым опытом. Поэтому мне хотелось бы это обсудить. Я уверен, что Три Рача поймут, о чем я. Так как темой нашего заглавного трека стала любовь, мы уже давно обдумывали этот концепт. Но по ряду причин мы все время сомневались. Может, еще рановато. Может, стоит подождать, пока концепт созреет. Мы долго раздумывали. И решили, что сейчас самое время показать, на что еще способны Стрейк Кидз. Да, именно поэтому мы решили выпустить песню о любви в стиле Стрейк Кидз. Конечно, и это так здорово. Во-первых, мне уже удалось послушать Кейс 143. Ты ее уже слушала? Ого! Она просто невероятная! Ого, правда? Она мне очень понравилась, а самое замечательное, что новый концепт соответствует характерному звучанию заглавных треков. Мощному, энергичному. Поэтому спасибо большое, что дали мне ее послушать. Она потрясающая. Расскажите мне, пожалуйста, как вы нашли этот баланс между новой темой и характерным звучанием. Если затрагивать тему любви, у каждого уже есть свой сложившийся образ. Но так как мы впервые поднимаем тему любви в заглавном треке, мы хотели рассмотреть ее иначе. Мы решили найти альтернативный подход и показать его другим. Мы просто перебирали идеи и пробовали, как еще можно выразить идею любви. Наш концепт — любовь, но мы подошли к нему как к загадке, требующей решения. Понимаешь? Поэтому мы перемешали все свои идеи и получился такой вот результат. В общем, песня такая, ее очень весело слушать. В ней много... И, как я упоминал, ее элементы находятся в балансе. Текст придает ей легкости. А сам трек довольно тяжелый. Это будто напоминает весы. А для этой песни есть хореография? Феликс, расскажи, пожалуйста, как шла подготовка выступления с этой конкретной песней? Да, в общем, танец получился очень креативным. Не только в хуке и куплете. Там еще много элементов, где мы движемся как единое целое. И мое впечатление о песне в том, что она точно о любви. Наверное, в ней показывается... У нас много элементов, хорошо подходящих под текст и соответствующих настроению песни. Поэтому, мне кажется, она не слишком сложная, но по-своему очень креативная. Но точно подходит к этой песне. Во время нашей последней беседы вы готовились к туру. И это было очень волнительно. И, Лено, ты упоминал, что будешь очень рад встретиться со Стэй лицом к лицу. Остались ли у тебя какие-то особенные воспоминания из тура? Ого. Хм, хорошее воспоминание? Мы получили возможность увидеть Стэй и почувствовать энергию, исходящую от фанатов, которых мы уже так давно не видели. И от этой встречи мы будто получили огромный заряд сил. И это стало для нас очень незначительным опытом. Американские фанаты оказали нам просто невероятную поддержку, благодаря которой мы сберегли эмоции с концертов даже по возвращении в Корею. И мы по сей день живем этими воспоминаниями. Да, конечно. Я так за вас рада. Я знаю, вы еще были на Кей-Кон. Да, точно, на Кей-Кон. Это просто отлично. Банчан, ты говорил, что вы с Чан Бином и Ханом тесно сотрудничаете в команде Три Рача. Я хотела бы расспросить вас об альбоме. Может, Хан или Чан Бин смогут поподробнее рассказать о работе над ним? Ну, во-первых, в случае с Кей-143 я впервые не написал для песни ни единой рэп-строчки. Правда, что ли? Да, так и есть. Я писал только мелодию. А ведь правда? Так и есть. Мне кажется, я впервые вообще не притронулся к рэпу и занимался только сочинением мелодии и слов. Но это только в заглавной песне. Да, да, только в заглавке. Очень здорово, что вы пробуете себя в других сферах. Чан Бин, расскажи что-нибудь еще об альбоме. Изюминка альбома это юнитные песни. У меня была возможность внимательно их послушать. И у каждой есть своя особая атмосфера. Мне кажется, они очень понравятся стей. А особое внимание я бы хотел уделить юнитному треку Три Рача. Мы хотели назвать песню именно Три Рача. Мы решили, что от этого она станет намного круче. Я помню, как мы обсуждали это в машине. Да, да, точно. И я не думал, что это действительно осуществится, но все получилось. Нам очень давно хотелось это сделать. Три Рача. Да, да. Замечательно. Буду ждать с нетерпением. Уверена, Стей тоже очень обрадуется. Я знаю, что вы очень усердно готовитесь к каждому компанию. Будь то в студии или на танцевальных репетициях, и отдых при этом тоже очень важен. Наверняка у вас есть хобби, и вы чем-то занимаетесь, чтобы отдохнуть и набраться сил. Хёнджин, я слышала, ты любишь рисовать. Расскажи о своем хобби, и как ты этим увлекся. у меня всегда был огромный интерес к искусству. Но серьезно рисовать я начал только в начале того года. Если честно, меня очень радует то, что у меня появилось постоянное хобби. Я люблю не только рисовать, но и любоваться картинами. Поэтому, где бы я ни оказался, стараюсь зайти хотя бы в один местный музей. Это стало продолжением моего хобби. Кстати, Бончан, у нас с тобой есть общее хобби. Какое? Я обожаю бокс. Вау, правда что ли? Ого, бокс, ничего себе. Я обожаю бокс, и стараюсь заниматься пару раз в неделю. И лично для меня, это отличный способ снять стресс. Да, так и есть. Очень приятно бывает побить грушу. Кстати, боксом увлекаюсь не только я, но и Лено. Он им занимается дольше, поэтому наверняка лучше умеет. Надо бы нам всем вместе устроить бой. Чего? Да, я только за. Кстати, в ноябре я еду в Корею, так что будет отличная возможность встретиться на ринге. Бой на ринге? А на кого вы ставите? Кто из нас победит? Я, Лено или Бончан? Ты. Конечно ты. Без сомнений. Поклоти наших старших, пожалуйста. Пожалуйста. Даже не знаю, мне придется как следует потренироваться. Вообще, у нас есть еще один секретный боксер. Боец под прикрытием. Это Сэн Мин. Сэн Мин? Ага. Господи. Вот как отлично. Мы разобьемся на команды. У нас будет командный спарринг. Да, да, отлично. Здорово. Кстати, а какие еще у вас планы на осень? Сэн Мин, расскажи, пожалуйста, чего ты ждешь в связи с выходом альбома и всем прочим? Вообще, осень – мое любимое время года. Я люблю осень за атмосферу и красивые листья. Еще осень – это сезон худи. Точно, сезон худи. А мы все обожаем носить худи. А чего я ожидаю от этого релиза «Максидент»? Мы уже давно не видели стей на эфирах. Да, да, в музыкальных программах во время промо. Когда мы записывали выступление, в зале никого не было, кроме красных огоньков камер и режиссеров. И иногда нам становилось очень одиноко. Но в этот раз в зале соберутся стей. Да, я очень жду этого момента. Будет очень весело. Это и правда очень волнительно. Я уверена, как только выйдет альбом, он станет очень популярным. Я знаю, ребята, у вас всегда большие планы. Айен, у тебя есть любимая песня в этом альбоме? Или какие-то студийные истории о работе над ним? Больше всего мне нравится «Чилл». А, «Чилл». Песня «Чилл», спасибо. Все потому, что эту песню мы записывали в студии Банчана. Каждый раз, когда мы там что-то записываем, у меня будто лучше звучит голос. Еще в студии Банчана всегда царит очень комфортная атмосфера. Поэтому эта песня стала моей любимой и ассоциируется с приятными воспоминаниями о записи в студии Чана. Забавно, но каждый раз, когда мы записываемся, мы так быстро заканчиваем. Да, точно. Особенно я. В общем, да. Мы отлично поработали над записью и отлично провели время. Именно это больше всех запомнилось о Йену. Замечательно, да. Может, хотите еще что-нибудь рассказать об альбоме? Из того, что мы еще не успели обсудить? Ну, в нем много отличных юнитных песен. О, да, юнитные песни. Да, юнитные песни. Очень разные. Да, довольно разные. Самая лучшая песня получилась у Вокала Рачи. Спасибо. А мне очень понравилась песня Дэнс Рачи. О, да. У нее особенная атмосфера. Мне нравится. В последней беседе я спрашивала у вас, в каких жанрах вы бы хотели себя попробовать. И Хан сказал, надо бы вместе исполнить песню типа Red Lights. А потом вы отправились в тур, и я увидела, как вы все вместе исполняете Red Lights. Ну, да, так и есть. Осторожно, спойлеры. Может, дадим небольшой спойлер? Просто, чем больше зрители будут предвкушать наше выступление, тем больше мы им понравимся. Поэтому я оставил хитрый, тонкий намек. Так-то это специально? Конечно. Очень умная стратегия, оставить маленький спойлер. Молодец. Да, я умный парень. Здорово. Ребята, я очень за вас рада. И я очень хочу услышать весь альбом. Может, вы хотите обратиться к Стэй или еще что-то рассказать? Обратиться к Стэй? Кто-то хочет что-нибудь сказать? Айян, жги! Мы выпустили первую песню о любви. Надеюсь, Стэй она очень понравится. Пожалуйста, ждите релиза с нетерпением. У нас приготовлено много отличных выступлений. Спасибо. Спасибо.